Всем привет! С вами Ярослава Награмакина, канал Наши Дети. Сегодня я хочу вам показать такую игру. Мой сын когда-то придумал, когда еще был маленький, лет в шесть. Он нарисовал героев из игры зомби против растений. Вот они. И мы эту поделку недавно нашли. И он решил, что можно ее апгрейдить, оживить и сделать персонажей. Также из пластилина вот по этому шаблону, скажем так. Сейчас вам покажу, что из этого получилось. Дома было немного пластилина. Вот. И он начал делать. Итак, что у нас здесь есть? Это, я так понимаю, чувак с кукурузой. Вот он такой смешной. Это кукуруза, которая стреляется маленькими кукурузинками. Почему тут семечко черное? Ну ладно. Вот. Когда ей даешь листочек в игре, она начинает стреляться таким каким-то маслом, что ли. Так, давайте посмотрим дальше. Мне еще понравилось вот такое растение, которое я бы назвала росянкой. Это растение ближнего боя. Его обычно я оставила за камушек. Пока зомби кушает камушек, например, начинает. Она его хвчь. И хватает. И начинает жевать. Да, да, да. Вместе такие зубы. Ну, мне кажется, она напоминает нашу росянку. Это растение, которое поедает мух. Кстати, вам такой лайфхак. Можете купить росянку, поставить ее дома на подоконнике, и у вас дома не будет мух. Так. Еще вот есть такой фонарик. Фонарик. В тех турах, где был туман ночью, можно было сажать фонарик. Видимо, желтый цвет закончился. Сделали оранжевый. Так всегда бывает. И тогда будет видно вам, где идут зомби, чтобы успеть вовремя там что-то посадить. Вот это мой тоже один из любимых персонажей. Это Брокколи Драчун. Такой боксер. Его можно было ставить, например, перед росянкой. Перед зубастиком. Если зомби вдруг попадается какой-то сильный противник, которого он не может кулаками одолеть, то зубастик его съест. Что еще? Вот такой горохострел. Саша решил его немножко сделать необычным таким. Сделал ему ирокес голубой, видите. И он говорит, что глаза хочу сделать ему белые, как у Эл-Джея. Горохострел тоже классная фигурка. Я ее ставила всегда куда-нибудь назад. Чтобы как можно больше зомби она могла убить до того, как они до нее доберутся. Это вот, я так понимаю, если судить по этому рисунку, это вот это яблоко. Сейчас покажу. Саша его так классно налепил. Сделал ему такие прям волосы. Каждый-каждый был волосинок виден. Потом сделал ему еще шапку сверху. И решил сделать ему такое оружие какое-то прям супер навороченное. Ни один зомби, чтобы не выжил. Наверное, самое крутое яблоко. Потом еще сзади ему рюкзак приделал. Много-много каких-то слоев на нем. В общем, это, наверное, самый крутой тут чувак. Мистер яблоко. Вот. Стена ореха. Закончился коричневый пластилин. Она стала у нас синей. Стена ореха. Это хороший персонаж. Всегда им пользовалась для того, чтобы удерживать зомби некоторое время. Перед тем, как они смогут добраться до самих растений. Это грибочек. Я так понимаю, это грибочек, который дарил нам в ночном туре солнышки. Грибочек. Тоже белый, видимо, уже закончился краб. Поэтому он такой черненький. Ой, это я что-то не пойму, что такое. Может быть, это... Что это за растение? Может быть, это синий кристалл. Такой. Кстати, я вообще совершенно не помню, что он сделал синий кристалл. Он молнием стрелял или нет? Если вы помните, напишите в комментариях. Я что-то совсем забыла. А, нет, синий кристалл. Вот. Это, может, просто какая-то деталь. Видимо, вот синий кристалл всё-таки. В шляпе ещё. Помните, там можно было покупать всякие усовершенствования. Прикиды своим растениям. Вот ещё интересное растение, которое я всегда любила. Это арбузик. Да, помните такой арбузик? Сажаешь его куда-нибудь в самый конец. И он мощными арбузами кидает. Ещё его можно сделать замораживающим арбузом. Тогда он не просто кидает с большим уроном зомби арбузы, но ещё и замораживает, их останавливает. Вот такие поделки классные. Саша очень красиво, здорово лепит. Мне нравится. Я вот хотела бы вам их показать, запечатлеть на память. Развивайте творчество ваших детей, поддерживайте их в любых их начинаниях. И всем пока-пока.